Власти Сочи готовы пойти на компромисс за стройщиками, но только в интересах жителей. На этой неделе глава города Анатолий Пахомов встретился с владельцами объектов, снос которых можно отменить. Но только в том случае, если в доме проданы квартиры и уже проживают люди. И при условии, что в суде будет представлена экспертиза, доказывающая, что строение безопасно, и в нем есть необходимое количество коммуникаций – свет, вода, канализация. Всего же в списке под снос в Сочи числится 54 крупных объекта. Сегодня по решению суда подрядчик должен был приступить к сносу незаконной пятиэтажки на улице Урицкого. Но застройщик, понимая, что в таком случае останется с долгами и без земельного участка, обратился к приставам с просьбой дать ему самостоятельно снести незаконный дом. Договорились с администрацией, они пошли на уступку. Спасибо всем, потому что земля остается нам. Уже начали снос на свои средства. Я думаю, что в течение месяца мы сроку уложимся. Был подписан договор, где в договоре указано, что в течение месяца должник обязуется сам снести добровольно этот объект. Если он его не сносит, то организация заходит на этот объект, сама его сносит, и данная земля будет передаваться уже в счет погашения расходов на данный снос. Дом на Урицкого должен был быть частным, на одну семью. По крайней мере, именно на это выдано разрешение. Но в итоге здесь многоквартирный дом. Объекты, которые сносятся сейчас, были не заселены по сведениям из Единого государственного реестра недвижимости. Там не было граждан каких-либо прописано, прав на объекты зарегистрировано не было. В связи с чем администрация города Сочи, был организован снос этих объектов в соответствии с судебными постановлениями. На другом объекте на улице Хуторской работы уже ведутся полным ходом. Демонтированы легкие конструкции, сейчас идет демонтаж несущих бетонных сооружений. Причем с обязательным соблюдением норм безопасности. Ограждения на дороге и тротуаре, соседние дома завешены специальной сеткой. Работы проводятся строго с 8 до 18 часов, чтобы не мешать соседям. Борьба с самостроями ведется на курорте не первый год. В прошлом году были снесены два незаконных многоквартирных дома на улицах Ружейной и 65 лет Победы. В этом уже шесть таких объектов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.